В романе «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова есть легенда о манкуртах – людях, насильно лишенных памяти. Один из них убивает свою мать, которая пыталась вырвать из плена беспамятства своего сына. Над степью звучит ее отчаянный крик – вспомни имя свое. Еще древние персы запрещали порабощенным народам учить своих детей грамоте и музыке. Это было самым страшным наказанием, потому что разрывалась живая нить, связывающая людей с прошлым, разрушалась национальная культура. В годы Великой Отечественной войны был снят фильм «Александр Невский», чтобы у советского народа появилось ощущение силы, чувство единства с богатырями прошлого. Все эти факты связывает единая мысль. Ее выразил русский писатель Федор Абрамов. Народ умирает, когда становится населением, а населением он становится, когда забывает свою историю. В эфире программа «Русская культура. Истории О». Этнические элементы в одежде давно вошли в моду. В том числе и нередко можно увидеть славянские мотивы в современных костюмах. Человека неизменно тянет к истокам. Вот уже много лет Алексей Лавренев вместе с единомышленниками возрождает культурные традиции, организовывая самые настоящие балы. Школа танцев «Губернский бал» объединяет всех людей вне зависимости от возраста и профессии. Этим летом в рамках движения появилось новое направление мастер-классы по пошиву народного костюма. Об этом подробнее нам расскажет Алексей Лавренев. Движение «Губернский бал» существует уже 8 лет, и объединяет оно сотни рязанцев самого разного возраста, но преимущественно это молодежь. И 8 лет назад мы, девиз движения, возрождает традиции, создаем будущее. И действительно движение объединяет тех, кто считает, что построить будущее, оторвавшись от своих корней, невозможно. Поэтому многое в нашей жизни должно опираться на традиции предыдущих поколений. И изначально это были балы. Потом, 4 года назад, появился такой проект, как «Народный пляс». И самой частой площадкой становилось сердце нашего города «Двор Рязанского Кремля». Проект собрал сотни активных участников, когда люди находили какие-то народные костюмы и приходили, плясали простые танцы, хороводы, пляс-перепляс, кадриль. Не только танцы, но и народные игры, и даже народные песни, и традиционные блюда, и конкурс народного костюма. Все это было в проектах «Вечерка» в Рязанском Кремле и проект «Народный пляс» в Рязанском Кремле. Но с годами участники народного пляса стали понимать, что костюм, костюму рознь. То есть, условно можно подразделить на то, что тех людей, которых мы можем видеть на кадрах проекта «Народный пляс», можно подразделить на тех, кто пришел в настоящих, аутентичных народных костюмах, характерных для нашей губернии, либо для соседних губерний. Причем несколько человек, 3-4 человека, приходят в реальных костюмах своих прабабушек, прадедушек, достали которые из сундуков. То есть, это настоящий костюм, подлинный. Это стилизация, как на мне. Но стилизации могут быть разные. То есть, третий вариант – это купленные в магазинах, в бутиках. Этно-стиль, он популярен. Но есть этно-стиль, не характерный для нас, то есть, как куда-то в Индию, да, орнамент узора. А есть сарафанного типа платья, которые близки к тому стилю, к нашему русскому стилю. И самые многочисленные, наверное, это костюмы, которые там можно взять где-нибудь в институте, в Доме культуры, в клубе, да, такие пошитые яркими цветами, подчас несочетаемыми оттенками. Вот, но в нашем понимании, чем ярче, тем народней, да. Хотя уже когда впервые мы провели мастер-класс, когда специалисты нам рассказывали, это было два года назад, о том, что вот это настоящий костюм. А это не настоящий, тогда уже возникло желание у многих людей обзавестись народным костюмом. И идея, которая имеет право на существование, это если ты русский, если ты живешь на русской земле, если ты хранишь свои традиции, то у тебя в гардеробе должен висеть какой-либо народный костюм, да, хорошая идея, да. Во многих странах так и происходит. На праздники надевают традиционный костюм, у нас пока такого, да, не очень. Ну, пока это объединяет сотни людей. То есть, если 10 лет назад это было, у нас несколько реконструкторских клубов, которые шьют разных эпох, да, это и можно увидеть 8-9 век, это и, там, 13-14 века, да, те, кто серьезно именно реконструкцией занимается. И те, кто нашел интерес в стилизации, да, то есть выйти вот на какой-то праздник, тем более там, где есть народные забавы, народные игры, народные песни, это приятно, это, ну, ты оказываешься на самом деле, тем более у нас такой прекрасный Рязанский Кремль, то есть ты оказываешься вот в этой естественной атмосфере нашей родной архитектуры, и ты этому соответствуешь, то есть ты, ну, как описать это чувство сложно, это надо попробовать. Если говорить о мастер-классах, у многих людей, которые приходили на пляс, возникло желание сшить свой собственный костюм. Что для этого необходимо? Человек приходит, что ему нужно? Вот телефон нашего движения 99-48-08, и страничка ВКонтакте, достаточно либо в Яндексе, либо ВКонтакте набрать губернанский бал, вы найдете нашу группу, и там мы рассказываем о мастер-классах, да. Вот сейчас у нас идет цикл мастер-классов от народной мастерицы Валентины Бондаренко, и теперь, если два года назад мы устраивали теоретические мастер-классы, на которых мы вот рассказывали, это вот такой костюм, это такой, то теперь практически, то есть вот вам выкройки, вот этот орнамент, он соответствует нашей губернии, вот здесь вот в орнаменте такой элемент, этот вот присущ мужчинам, там, добрым молодцам, это вот красным девицам, да. То есть ты уже понимаешь, как тебе вот эти цвета характерны, это сочетание для юга Рязанской области, это вот для Переяславля Рязанского, вот это там сочетание для русского севера и так далее. То есть люди начинают уже разбираться, вот, какому интересны такие мастер-классы пройти, ну, вообще в интернете много информации, да, но приятнее, конечно, встречаться с живыми людьми, да, человеку нужен человек. Поэтому на такие мастер-классы можно записаться, информация о них вся есть у нас на страничке. Вот сейчас вы упомянули Валентину Бондаренко, но, насколько я понимаю, это не единственный мастер, который может научить. Да, в Рязани очень много мастеров, и мы планируем мастер-классы и других людей, то есть вся эта информация тоже можно будет найти ВКонтакте. Если в исторических клубах реконструкции пытаются достоверно воспроизвести мельчайшие детали, костюмов, вплоть до того, что используют домотканные материалы, в рамках движения губернского балла, народного пляса тоже такая достоверность или чуть проще? Каждый для себя решает сам. То есть наши эксперты дают полный набор вариантов. То есть либо это современная стилизация, но грамотная стилизация. То есть если рубаха не обязательно, она там пошита совершенно свободно. Все-таки нам уже редко понадобится, там ты вышел в этой рубахе, там полный размах, чтобы там боевое искусство показывать, да, вот, поэтому не обязательно там где-то делать ее слишком свободно, да, то есть можно чуть более там притально, если мы говорим о мужественных рубахахах, да. Но каждый для себя решает. То есть вот у нас на первом мастер-классе, который прошел две недели назад, начали шить примерно 12 человек. Из них вот накануне я видел у шести, что уже более-менее получают законченные варианты. Кто-то себе сшил ближе к реконструкции, но не из домотканных. Из домотканных, ну, это надо где-то искать, то есть это достаточно дорого. То есть мы с... Это должно быть доступно всем, в первую очередь. Поэтому, в принципе, в рязанских магазинах можно найти, там, производство города Краблину, что-то похожее на те ткани, которые есть, вот, настоящего льна в рязанских магазинах найти, там, днем с огнем. Вот, поэтому аутентично, а условно. Вот, но кто делает это, стараются близко быть похожим. Но большинство людей выбирает это именно стилизацию, да. То есть ты видишь человека, ты видишь, что вот, да, это вот элемент присутствует, да, она где-то более современной по крови, чем была тогда. То есть, ну, главное, чтобы радовало глаз, радовало душу. И самое главное, чтобы была твоя рубаха, потому что можно брать где-то там в прокат, но основа того, как относились к рубахе, да, это было нечто такое нательное. Если парадная одежда, она передавалась там и по наследству, то та рубаха, которая, откуда пошла, там, своя рубаха ближе к телу, да, то есть это мое. Поэтому это моя рубашка, я там в ней выхожу на праздник или просто прогуляться вечером по Рязани. То есть важен сам процесс погружения в атмосферу и обращение к традициям прежде всего. И насколько я понимаю, поучаствовать в пошиве костюма собственного с элементами традиционного может вообще любой желающий. Может абсолютно любой желающий. Мастер-классы пока охватывают только Рязань. Телефон в Рязани, я сказал, 99-48-08 или губернанский балл, страничка ВКонтакте. Спасибо, Алексей. Увидимся еще, я думаю. Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Завещал нам Иван Сергеевич Тургенев. В прошлом выпуске мы начали говорить о негативных тенденциях, которые появились в жизни русского языка. А сегодня мы продолжим беседу с профессором Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина Ольгой Алексеевной Скрябиной. Все эти тенденции Ольга Алексеевна объединила в три основных группы. Первое – формализация, уход творческого начала. Потому что, чему бы мы ни учили, самое главное, мы должны вот эти три единства цели на любом уроке достичь. Трех целей – образование, воспитание и развитие. Причем определяющей доминирующей целью является развивающая цель развития человека, развитие его речевых способностей. Второе – одна из тенденций в нашем образовании – увлечение всем иностранным. Вы знаете, вот вспоминается Грибоедов. «Воскреслим ли когда от чужой власти мод?» Вот мы сейчас в такой власти европейской моды и многое переписываем, копируем из того, что есть. И стараемся это чужое перенести на нашу родную почву, где совершенно другая традиция, другой язык. А язык подразумевает мышление, отражение мышления нашего народа. И поэтому вот это все оказывается фредоносным. Третья, на мой взгляд, отрицательная тенденция заключается в том, что с приходом ЕГЭ, с продвижением ЕГЭ, мы потеряли многое в речевом развитии детей. Потому что начался процесс натаскивания к ЕГЭ. ЕГЭ, Единый государственный экзамен, тоже представляет собой определенный стандарт, расписанный очень четко. И вот эта структура этого стандарта, конечно, заставляет учителей работать над каждым заданием и таким образом подготовить учеников к тому, чтобы они успешно сдали экзамены. Но этот экзамен в форме ЕГЭ не дает возможности раскрыться ученику как речевой личности. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, сказал великий российский ученый Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян. Необходимо помнить, что история не делится на отрезки. События ее не распределяются по чинам и званиям. Каждый из нас отвечает за все, что было в прошлом, совершается в настоящем и произойдет в будущем. С вами была Марина Комиссарова. Субтитры создавал DimaTorzok